Всем привет! В эфире передача ТОП Комментариев. Новостей много, но мы говорим только о тех, которые обсуждали в Инстаграм UVT24 больше всего. Это Лилия. Это Ляйсан. Поехали! Чаще всего аварии создают чайники. Эта публикация о начинающих водителях получила живой отклик в нашем инстаграме и она на пятом месте. Многие пользователи посоветовали поменьше торговать правами. Кирилл Фомин пишет, может сначала надо перестать продавать права или я не прав? А другие везят проблему в автошколах, в том числе и автоинспекторы. Да, соглашусь, когда училась в автошколе, не буду говорить какой, я отъездила только половину от положенного. В итоге мне пришлось брать еще курсы вождения. Проблема на самом деле серьезная и поэтому мы решили узнать, что думают об этом не только в онлайне, но и в оффлайне. Ой, что-то мы промахнулись немного. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему происходит авария на дорожках? Не соблюдают ПДД. Нет, виновата коррупционная система, потому что права многие покупают, экзамены покупают многие. Скорее, чайники, которые еще неопытные и не думают о посетствиях. Невнимательные водители? И водители, и пешеходы. На четвертом месте, видимо, танцы. Точно, но пенсионеров переплюнуть у меня не получится. Настроение у пенсионеров поднялось еще и потому, что скоро они получат 10 тысяч рублей. Кстати, под нашим постом об этом в Инстаграм закипели нешуточные страсти. Так Бузель Мухамедеева написала, вот уж разбогатеем. Лиля, а если бы ты была пенсионером, на что бы ты потратила эти деньги? Я бы купила сковородки, кастрюльки, расплатилась бы за коммуналку. Знаешь, а я бы отложила эти деньги на отдых или купила бы что-нибудь полезное. В Альметьевске есть очень страшный дом и следующая новость о нем. Угадали, о чем речь? На Шевченко-3, конечно, не живут привидения и вампиры, но заходить туда что-то не очень хочется. Речь про публикацию о том, что управляющую компанию Альянс ЖЭЛ-3 на 100 тысяч рублей оштрафовали за то, что она не сделала ремонт в доме. Например, в комментах Айрат пишет, этот дом – позор Альметьевска. Толку от штрафа, проблему не могут или не хотят решать много лет. Ну, вообще, там сложная история. Альянс хотел отказаться от дома, но в итоге ничего не вышло. Наш телеканал несколько раз рассказывал про этот дом, но кардинального решения не было. В доме не то что жить, мимо проходить страшновато. Если вы живете в этом доме, напишите в комменты, как вам удается справляться с такой разрухой. И лидирует в нашем топе история о спасателе из Калейкина. Мужчина вытащил из горящего дома от насильчанина. В доме было еще два человека, но они выбрались сами. В комментариях пользователи благодарят Александра и называют героем нашего времени. Екатерина Левицкая пишет, красавчик, человек с большой буквы. Лиля, а ты бы смогла броситься в огонь, чтобы спасти кого-нибудь? Я бы, наверное, громко кричала и звала на помощь. И на этом все. Пишите комментарии в нашем инстаграме ЮВТ24. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok